Уру Потапенко. Врать всегда сложно. Да ладно. Да мы только делаем, что врём клиентам. Инвесторов в России как грязи. Украсть у конкурентов книгу жалоб и предложений, прочитать и считайте, что готовый бизнес у вас в кармане. Я лучше буду жить в стране плохих предпринимателей, чем хороших мусоров. В России крипто не является ни валютой, ни имуществом, ни контрактом, ни акцией. Любое ваше действие незаконно. Было предсказание Анатолия Вассермана, до 2017 года стану президентом. Это ЕТВ, дорогие друзья. Здравствуйте. У нас в гостях Дмитрий Потапенко, очень полюбившийся уральцем, бизнесмен и политик. Дмитрий Валерьевич, я понимаю, почему вы так полюбились уральцем. Потому что мы в чём-то похожи на вас. Прямые, бескомпромиссные в чём-то, негибкие. Это полезные качества для бизнеса или нет? Слово «негибкие» очень достаточно сложная история. Касаемо опять-таки слов «качество» – это история, которая для меня всегда очень непонятна, потому что всегда зависит от точки отсчёта. Как я вот говорю частенько, даже вторую книгу компании «Экспо» назвала одной фразой, которую я применяю в общении с предпринимателями. «Бизнес» – это глаголы существительные, заканчивающие цифрами. Потому что важно быть последовательным. То есть последовательным в своих действиях. А уж являясь, как вам кажется, или человек является гибким или жёстким – это вот как раз вторичная история. Быть последовательным в постоянно меняющихся внешних обстоятельствах, экономических, политических – разве это выгодно? Выгодно. Потому что ты не изменяешь себе. Врать всегда сложно. Это мы о человеческих говорим. А в бизнесе тоже всё самое. Врать клиенту тоже сложно. Да ладно. Да мы только делаем, что врём клиентам. Мы клиенту можем, если мы говорим, когда мы продаём какой-то товар, мы поднимаем ту или иную характеристику. Но клиенту врать нельзя. Клиенту можно, вот и с точки зрения маркетинга, ведь задача маркетинга – чётко попасть в ощущение клиента. Ведь что такое несчастье? Несчастье – это когда у тебя есть ожидания определённые, а они обманываются. И, грубо говоря, счастье – это когда твои ожидания ровно прям вот совпадают в ту картинку мира, которая есть. Может ли быть человек счастлив, извините, ну так вот совсем мрачно в конституционном лагере? Технически может. Ну просто когда его ощущения совпадают, или, скажем так, в тюрьме, потому что конституционный лагерь всё-таки это насилие одного над другим, причём на народа. А всё-таки вот тюрьма – это некое общество, когда изолируют кого-то. Может ли человек там быть счастлив? Да, он может быть счастлив. Это когда у него нет завышенных ожиданий… Обманутых ожиданий. Обманутых ожиданий относительно того, что он хотел получить. Вы сейчас сказали про свою книгу, это вторая. Первая честная книга о том, как делать бизнес в России. Ну да, там у неё длинное название, даже я его не всегда воспроизвожу. А все параллельно существующие книги нечестные? Нет, это тоже… Ну, касаемо названий, это вообще было бы тоже, опять-таки, фразой из ответов на вопросы. Они не то, что… Я не могу сказать, что все иные книги, они, может быть, просто о другом. Даже я больше скажу, что то, что написано, это не совсем книги. Ну я точно не писатель, вот совсем не писатель. Обе книги написаны вами. Они написаны даже, если вы будете… Ну, если кому-то вдруг заинтересуется и захочется их почитать, это, по сути, аудиофайлы, ответы на вопросы предпринимателей и экономически активных граждан. То есть я писать-то не умею. Создавайте книги, вы следовали, видимо, своему же правилу украсть у конкурентов книгу жалоб и предложений, прочитать и считайте, что готовый бизнес у вас в кармане. Я так всегда делал, потому что… Но книга жалоб и предложений – это базовое, это то, что дает понимание, чем клиент недоволен, то есть чем не совпадают, вот в какой реальности, соответственно, не пересекаются реальности его ожиданий и того, что предлагает предприниматель или гражданин. Хочу попросить вас небольшой мастер-класс, вот микросжатый, вот как раз для предпринимателей, как сделать бизнес в России, как не прогореть и как в этом преуспеть. Ух ты ж! Буду последовательной, как вы советовали. Уже много лет Дмитрий Потапенко ездит по стране и, собирая залы, лекции, мастер-классы, задает первый вопрос всем тем, кто посещает эти лекции. У вас есть какой-то бизнес-план? Хотя бы на год вперед, хотя бы на пять лет вперед. Вы за мной следили? Да, я за вами слежу. Есть какой-то результат от этой работы? Больше становится людей, которые начинают наперед продумывать свои идеи и воплощать это на бумаге? Скорее нет. Просто люди, которые отвечают, что у них что-то появляется, они больше не приходят. Задача на самом деле, если взять глобальную мою задачу, чтобы мастер-классов не было. Задача, чтобы перестали существовать эти вопросы, чтобы перестали издаваться мои книги. Потому что только в том, когда они перестанут быть востребованы, это означает, что стало все хорошо. Потому что люди начнут писать бизнес-планы, они перестанут приходить на подобные встречи. Это значит, что предприниматель осознает свою собственную ценность и перестанет это спрашивать у некого гуру, поскольку я очень к своей гурости отношусь достаточно скептично, гуру Потапенко. Вот это будет идеальная ситуация, когда человек будет планировать, у него будет абсолютная демократия на момент выработки решений, абсолютный тоталитаризм на момент исполнения. Тогда будет все. Ну, это идеальная картина. Первым пунктом распланировать, написать бизнес-план. Который, кстати, шаблон, которого можно скачать везде. Можно, но даже больше. Вот сейчас мы запустили платформу инвесторус.орг, и это платформа для инвесторов и для, соответственно, претендентов на деньги. Там три лиги. Лига стартаперов, лига тех, кто хочет купить франшизу, не хватает денег, и лига профессионального бизнеса. Там, условно говоря, нужно снять видео и отдельно заполнить не бизнес-план, а, по сути дела, отчет о прибылях и убытках, таблицу. То есть это будет не столько про шоу, потому что большое количество шоу как раз про инвестиции их проходит. Здесь задача как раз, потому что инвесторов, как не покажется странно, в России как грязи. А вот проектов, в которых их очень много, и денег, и люди, которые хотят разместить очень большие деньги. Давайте примитивным языком. Люди, которые готовы отдать свои деньги на что-то интересное, как грязи. Да, как грязи. Они готовы отдать, но им нужен контроль. Им нужен контроль, им нужно прозрачное понимание целей, им нужна прозрачная команда. Вот прозрачных команд, которые не хайповые, которые ходят с идеей, а уже с готовым продуктом, и понимают все плюсы и минусы рынка, их единицы. Потому что даже вот, ну, периодически вы, может быть, видите, я веду там стартап-шоу, я могу сказать, что отборочные там из 100 команд, в лучшем случае, одна хоть на что-то пригодна. Если вы даже посмотрите то, как ведут отбор там фонды государственные и окологосударственные, у них тоже проблема с проектами, очень большие проблемы с проектами. Их единицы, у нас вот это бизнес-среды, вот этого бульона, из чего выбирать практически нету. А людей, у которых есть деньги, их достаточное количество, но им нужен контроль. Поэтому, например, вот в двух последних лигах, там франшиза и лига профессионального бизнеса, для того, чтобы гарантировать права инвесторов, я и моя команда будут входить в совет директоров в управляющую компанию, чтобы контролировать, как проходит бизнес-процесс. Вам зачем это надо? Мой интерес очень, ну, понятно, команде оплачивать деньги – это не то, а я хочу выйти на пенсию, и чтобы меня хорошо обслуживали. Если говорить в целом, для чего идет общественная деятельность, я лучше буду жить в стране плохих предпринимателей, чем хороших мусоров. Где искать инвесторов? Инвесторов, ну, помимо того, что есть площадки, там, краудфандинговые, у нас сейчас работает порядка 70, в России порядка 70 программ поддержки предпринимателей, они там с разной степенью коррупционности, но в целом, я говорю, деньги ищите у клиента. Вот если у тебя есть клиент, то найти деньги не проблема. Есть какой-то пошаговый алгоритм анализа своего пока еще задуманного бизнеса? Вот есть идея, есть какие-то наработки? Можно сесть сутки, подумать и понять, оно вот сыграется, работает или нет? Есть, но он по-другому называется. Как? У тебя не может возникнуть идея без, вот, она возникает наоборот. Ты сначала, почему я говорю про укради книгу клиента? По причине того, что ты, ведь что такое жалобная книга конкурента, там клиент реальный, и идея должна вырастать из того, что ты смотришь на клиента. Она должна не абстрактно говорить, вот я там, мне кажется, вот мне показалось, что, например, в магазинах пятерочка должна стоять Феррари. Нет. Укради книгу жалоб и предложений в пятерочке, посмотри, на что люди жалуются, и это преврати в идею с деньгами. А не кажется ли вам это подстраиванием под рынок? То есть сам факт мечты, сам факт любимого дела уже как-то обесценивается. Подстраивание под рынок – это основа основ предпринимательства. А мечта – штука хорошая, конечно, розовые пони – это прекрасно, но тогда мечтайте за свои деньги. Вы думаете, о великие дела и великие компании строятся? От клиента, от обслуживания клиента, потому что слово «клиентоориентированность» – оно базовое. Вот мы с вами даже снимаем, мы снимаем продукт, который должен зайти к клиенту. Вот нравится нам это, не нравится, мы работаем не с вами, и даже не с оператором, не с звукорежиссером. Мы работаем с теми, вот с теми ребятами, которые вот там сидят. Они сейчас вот в том флешке сидят. Давайте предположим, вот нас сейчас смотрят начинающие предприниматели. Почему, предположим, они нас смотрят? Сколько среди них реальных людей, готовых делать дело и зарабатывать деньги, а не ребят, которые на грантах, знаете, хотят попрыгать, поплясать? Это называется грантаежки. Грантаежки? Да, я их называю грантаежками, поэтому у них есть очень четкое определение. А обычно один из тысячи. Один из тысячи. Процент всегда должен быть маленький. Один из тысячи человек, это реально, который готов вжобовать по жестким очень правилам. И готов обслуживать клиента и быть клиентоориентированным. Это очень небольшой процент, это абсолютная норма. Никогда не будет это вот массовым явлением. Это норма. Все очень хорошо, просто это надо понимать, что это сито надо, вот с ним надо работать. Это вот как золотой песок, даже золотой песок чаще попадается. Где хранить деньги? В сберегательной кассе или в трехлитровой банке. Но если говорить о хранении финансовых средств, их хранить нельзя, деньги должны работать. Деньги это инструментарий, это ваша шариковая ручка. Вот вы как журналист можете хорошо писать текст. Где хранить ваши слова или ваши мысли, ваши вопросы? Вы их храните вот на кончике пера. Вы их не храните, вы обязаны и постоянно, условно говоря, брать интервью. Потому что если вы будете молчать, можно ли быть хорошим журналистом молча? Нет, нельзя. Молчание не про журналистов, вы обязаны писать. Потому что у вас должны получаться гениальные тексты, а должны получаться безобразные тексты. То же самое с деньгами. Давайте будем приближены к реальности. Давайте. Есть и постараемся с вами быть полезными большинству людей. Не тех, кто разбирается, не тех, кто шарит, не тех, кто кое-что знает, например, о криптовалюте. Это ужасно. Вы сейчас упомянули даже криптовалюту. Окей. Мы вернемся к ней, хорошо? Вот у них есть какие-то накопленные тысячи. Вы сейчас абстрактно сказали вкладывать в свою профессию. В себя. В первую очередь в себя. Но то, что я могу сказать, что если мы говорим о хранении, но это умирающие деньги. А уже сам термин уже не... Они умирают. То есть даже когда это депозит, это умирание. Любое, все, чем вы не будете заниматься, даже когда говорят, а давайте там рынок какой-то акций. Им надо заниматься. Да в этом надо разбираться хотя бы минимально. Бинго. Даже банально. Нету такого вот... Деньги – это вода. Вот воду нельзя удержать. Вот ее нужно... Либо вода должна перейти в другое агрегатное состояние, но это заморозка, это лед. Все, другого варианта нет. Ну а конкретно куда? В образование? В свое повышение квалификации? Я бы вкладывал в повышение... Ну не то, чтобы повышение квалификации, в свое образование, основанное на изучении своего клиента. Потому что ваш клиент вам даст деньги всегда. А если мы говорим о бюджетниках? Хоть кто. У вас всегда есть клиент. У вас всегда есть клиент. Если мы говорим о бюджетниках в нашем контексте, в нашем царстве государства, у наших бюджетников вообще ни во что не надо вкладывать денег, кроме как их аккуратно попытаться сделать из большой речки какой-нибудь маленький ручеек. Но если вы реальный бюджетник и у вас есть право на принятие решения, то идеально, конечно, чтобы вы понимали, что вы и ваш труд является покупкой других. То есть мы платим налоги, а это покупка вашей работы. И было бы идеально, чтобы вы делали эту покупку для нас каждый день дешевле и дешевле. И в это было бы неплохо вкладываться. Например, звонить, когда государственные слушающие за рубежом звонят по скайпу или по вайберу. Это нормально. Используют электронную почту, а не рассылку по почте России. Ну вот я могу привести массу примеров, как можно усовершенствовать государственное управление так, что оно будет стоить кратно дешевле, чем оно стоит сейчас. Другое дело, что те люди, которые управляют государством, или та функция под названием государство, я скажу более широко, они не заинтересованы в сокращении этих расходов. Потому что чем меньше будет у них подчиненных, тем меньше у них будет мифологической власти. Если говорить о криптовалюте, имеет смысл сейчас в нее вкладываться? Ничего в ней не понимая, как большинство из нас. Ну, надо начать с базового, что термин криптовалюта, он не совсем корректный, потому что надо определить, что такое крипто. Потому что в ряде царств государств крипто токен, или это является средством платежа, в ряде царств государств это является акцией, в ряде царств государств является контрактом, в ряде царств государств имуществом. Во что из этих четырех мы вкладываемся? А это принципиальная ситуация. А вот вы сейчас все опять усложняете. Наоборот, я как раз предостерег вас от необдуманного шага. Объясню почему. Потому что вы говорите, нужно ли что-то переводить, реальный ресурс ваших денег, во что-то, что непонятно. Вот вы перевели, неважно во что, вот назвали криптовалюту, предположим, в соответствии с налоговым кодексом Российской Федерации, и с еще одними документами, значит, все, что связано с крипто, относится к ведомству Федеральной службы безопасности. Раз. Второе. В соответствии с налоговым кодексом, все операции с любым имуществом или средствами платежа, их налоги можно пересмотреть за последние три года. Вот представим, что вы вложились, и это называлось, вам кажется, что это было средство платежа, а государство приняло через полгода, что это является имуществом. Налоги у вас, соответственно, не средство платежа, которым они облагаются налогом, а с имуществом. Усложнил ли я? Нет, я всего лишь вам зажег лампочку и сказал, внимание, вы влезаете в сферу, которая не урегулирована, не установлена, и я не знаю, о чем вы говорите, потому что на самом деле есть четыре ипостаси, которые друг другу очень сильно противоречат. Но вот вы туда влезли? Нет, я ни при каких обстоятельствах, то есть я прекрасно понимаю, во что я играю. То есть если играть в криптовалюту, то только там, где она, можно играть на той территории, где крипто является валютой. А в России крипто не является ни валютой, ни имуществом, ни контрактом, ни акцией. Нету законодательства, у нас пустое поле. И любое ваше действие незаконно, любое, неважно какое, потому что, ну, с чем вы играете? Давайте вернемся к начинающим бизнесменам, к стартаперам, к ребятам, которые хотят что-то сделать в своей жизни. На этапе самой задумки, на этапе самой идеи. Кто-то может подсказать, насколько она жизнеспособна? Зачем? Вы же сами сказали. Не надо следовать за мечтой, надо все просчитать, надо исходить от потребности клиента. Ну, предположим, что стартапер вы, а я вам подсказал. Зачем вы мне? Я вам незачем. За деньги это кто-то может сделать? Аналитики есть такие в России. Если кто-то за вас это сделал, значит, ну, вы ему зачем, опять-таки? Даже за деньги. У вас денег-то нет, вы же хотите эту идею реализовать, чтобы получить деньги. С каким минимальным капиталом стоит входить? Не существует минимального капитала. На рынок услуг можно входить без капитала. С вашими знаниями. Вы же до этого задавали вопрос, во что стоит инвестировать? В знание клиента. А вы всерьез считаете, что в России можно построить успешный бизнес, не будучи семи пядей во лбу? Да, конечно. И сильно удачливым? Я вам даже приведу пример. Сейчас я провожу Всероссийский форум гражданских активистов. И у меня была одна девочка, местный спикер в Перми. Она сама водитель автобуса. Значит, у нее она, во-первых, она мама. У нее там рак молочной железы. И она умудрилась построить микробизнес. То есть не только сама зарабатывает, но и является активным гражданином. Но она еще дает работу таким же мамочкам, как она. При том, что если вы посмотрите ее выступление, она говорит, ну, вот очень рублено, может быть, криво, косо. Но она это сделала. Обычная женщина, обычный водитель, обычная мама, борющаяся с раком. Она потрясающие силы. И я таких вот, я, собственно говоря, Всероссийский форум гражданских активистов, который я делаю, он как раз для того, чтобы поднимать это гражданское общество. По-другому никак не растет. Не надо быть там Потапенко, Ивановым, Петровым, Сидором. Можно просто быть обычной женщиной из Перми. Вы можете рассказать, что это за бизнес у нее? Упрощенная. Это швейка, обычная швейка. То есть она начинала с того, что она отшивает какие-то мелкие швейные изделия, и потом их продает. Она просто размещает заказы и потом продает. Может ли Екатеринбург, выразимся по-простому, хайпануть на предстоящих очень серьезных событиях, на выборах, на чемпионате мира, именно в бизнес-разрезе? Ну, если, собственно говоря, не знаю, за голову каждого избирателя брать хотя бы, сделать биржу и брать больше 500 рублей, я думаю, в целом можно, конечно, на этом заработать. Но для этого нужно какой-то сделать инструментарий. И в целом на этом можно. Если говорить о футболе, это не так доходно, конечно, безусловно, как выборы, потому что все-таки кандидатов и претендентов существенно больше. И я думаю, что наша сборная, как обычно, покажет класс. И надеюсь, что мы хотя бы выиграем у Буркина фасов. Желательно с каким-нибудь очень таким сильным, большим счетом. А если говорить об инфраструктуре, все, что касается, ну, не выборов конкретно, а вот именно футбола, ну, здесь надо строить инфраструктуру. Насколько инфраструктура Екатеринбурга готова к приему чемпионата мира, на мой взгляд, дороги не готовы. То есть дорожная инфраструктура будет блокирована, и, скорее всего, власти города примут, как обычно, беспрецедентные меры, когда выгонят жителей из города. Собственно говоря, у нас это происходит, по-моему, регулярно. Так что у них вариантов нет. Так что инфраструктура-то должна быть готова. Дороги желательно, чтобы их не бомбили 15 минут назад. Их желательно, ну, отделать не только к приезду первого лица, а потом через 5 минут снять этот асфальт и перевозить его вслед за первым лицом. Ну, вот как-то постараться оставить хотя бы чуть-чуть с жителем, чтобы они тоже насладились ровно. Чуть-чуть попользовались. Ну, чуть-чуть попользовались, ну, хотя бы 15 минут, когда вот проедет кортеж, а потом сказать, а вот теперь идите, граждане, вот прямо демонстрации прошли, и все. А потом мы забираем, 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 извините, надо везти в Тагил. Ваше, прямо скажем, сексистское мнение о том, что крупный бизнес – это не женское дело. Осталось неизменным? Не то, что сексистское, просто тяжелая история, она такая, ну, это как полевые войны, ну, то есть такие совсем окопы. То есть не то, чтобы это не женское, но я бы, я очень сочувствую женщинам, которые влетают в крупный бизнес. Вот и все. Поэтому я бы этого не, я не люблю это видеть. То есть я согласен, что это будет женщина, но мне бы хотелось, чтобы она была более гармоничной и было более комфортной. Это вы сейчас как мужчина размышляете? Женщина должна немножко другим заниматься или как бизнесмен? Ну, женщина, я рассуждаю как, наверное, больше как гражданин общества, который хотел бы видеть более, ну, скажем, гармоничную семью, вот это вот какие-то такие общие семейные ценности. Не то, что женщина должна быть на кухне, но крупный бизнес, он накладывает вот все-таки вот эти завоевательные механизмы, которые очень сильно разрушают вторую часть женщины, вот семейную, такого, хранительницы семейного очага. Но при этом мы не отнимаем у женщины того, что она теоретически может. Не теоретически, даже практически может. Еще раз говорю, у меня в данном случае больше сочувствия, чем, скажем, запрет нежеланий. Нет, просто сочувствия больше. Если спрогнозировать, вы довольно точно всю свою карьеру даете какие-то прогнозы, спрогнозировать, что будет после мартовских выборов, когда выберут того, кого мы сами все знаем, выберут, что ждет России. А может быть, вдруг будет чудо, и Ксения Анатольевна Собчак будет избрана президентом Российской Федерации. Почему такие сексивские заявления? Но почему же? Я считаю, что просто, по-моему, шансы 100%. Серьезно? А давайте тогда спрогнозируем. Ксения Анатольевна Собчак, президент Российской Федерации. И что тогда ждет нашу страну в 2020 году? Превратится в Дом-2 и, наконец-то, приобретет истинный смысл с лобным местом. И, наконец-то, Солнцев начнет там, я не знаю, к сожалению, не помню с кем. Вы их знаете? Вы себя дискредитировали? Я, к сожалению, просто не всех помню. Но Солнце я помню, а вот с кем-нибудь, ну, по крайней мере, шоу за стеклом, я предлагаю врубить по полной программе. И побольше в Госдуму красивых женщин. Предлагаю объединить Государственную Думу с плейбоем. И я предлагаю, точно могу сказать, что после этого первый канал заседания Государственной Думы будут смотреть все. По крайней мере, будет интересно. Просто не будет, просто интересно. Я предлагаю, вам можно будет закрыть практически все информационные программы. И в Государственной Думе будет просто вот лучше. Давайте фантастическую такую представим ситуацию. Мы уже посмеялись над возможностью того, что... Почему посмеялись? Я искренне верю, что Ксения Анатольевна может это сделать. Ну, давайте сейчас искренне поверим в то, что случится в вашей жизни ситуация, когда наш действующий президент скажет... И будущий президент 2024 года. И будущий президент 2024 года скажет... Дим, а вот давай-ка вот, у тебя есть пять минут. Ну, да, есть такой сценарий. У меня есть же два... Я же третий раз уже вылезаю как бы в публичное пространство. В 2018 году, то есть, есть предсказание, было предсказание Анатолия Вассерман... Вассерман говорил, что вы будущий президент. Да, я в 2018 году стану президентом. Мне, я так и сказал, что вот вы знаете, наверное, вот на переломе 18-го, 19-го, звонок из Кремля, там числа от 30-го, голос такой, Дмитрий Валерьевич, вы, пожалуйста, не планируете отпуск, потому что 31-го нам надо с вами встретиться. Я тут место, в общем-то, нагрел, карандашики поточил, все, в общем, ничего не трогал. Вы, пожалуйста, 31-го подойдите к первой башне Кремля, там на вас уже, в общем-то, вас встретят и проводят в кабинет. Так что я думаю, что именно такой сценарий, именно так и будет. Вот жду, собственно говоря, звонка 30-го декабря 2018-го года. Чувство юмора важно для бизнесмены? Да нет, какое же у меня чувство юмора? Я что пользуюсь? Я вообще не про вас, я про бизнесмены. А, в целом, да, ну, в целом, наверное, важно, но мне оно не присуще. То есть вы сейчас говорили серьезно со мной совершенно? Абсолютно, особенно про вас. Жду 30-го числа, почему бы нет, поэтому администрация президента посмотрит эту запись, поэтому телефон мой, знаете, он в подписи, в общем. Можно и смс, чтобы деньги не расходовать. Деньги сейчас ценный ресурс, их скоро будет не хватать. Конечно, а смс, в общем, бесплатно. Я вас благодарю, Дмитрий Валерьевич. Если можно, что-то напоследок, я понимаю, что лирика-то вообще не к вам. Вы больше про цифры, про рационализаторство, но все же всем тем, кто задумал свой бизнес, мы все-таки, вот, вы приехали сюда в рамках того, чтобы обучить, да? Ребята, задайте себе такой вопрос. Какой? Ну, самый главный вопрос, что хочет ваш клиент, но еще один вопрос, извините, более глобальный, не только для предпринимателей, а для граждан, для гражданского общества. Задавайте себе всегда вопрос, государство это кто, государство это что и государство это зачем. Как только вы ответите на эти три главные вопросы, главное, ответят ваши дети, государство это кто, начните с этого главного вопроса, то потом появится слово клиент. И вот о клиенте надо тоже знать очень много. Даже так, как зовут кошку клиента. Вот когда вы будете знать, как зовут кошку клиента, тогда у вас проблем ни с деньгами, ни с инвесторами, ни с наличием гуру по таппингу, который вам точно будет нафиг не упираться, потому что вы знаете, как зовут кошку клиента. Дмитрий Валерьевич, спасибо вам большое. Друзья, мы с вами прощаемся. Храните деньги в трехлитровых банках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова